Мне вас так приятно сейчас слушать, потому что когда мы начали с Эдуардом заниматься, он был такой, сори, нарцисс, влюбленный в свой голос. Я всегда говорю, извините, он говорит, вы всегда меня ругаете. Знаете, ну, наверное, в этом я не могу учить так говорить файн, когда это не файн. То есть, понимаете, не относительно вас, любого студента. Иногда они плачут на уроках, иногда. Понимаете, это тяжелый труд, но надо человека ставить, во-первых, чтобы он не терял время, деньги и так далее, и тому подобное. Но самое главное, чтобы человек выносил на каждом уроке то зерно, то правильность каждого урока о сознании и понимании, что он делает. Без того, чтобы сказать, нет, неправильно, стоп, это невозможно. Правильно? Совершенно верно. И я вот сейчас слышала, слушая вас, просто в восторге от того, как вы говорите. То есть вы на правильном пути, вы на пути процесса обучения. Я думаю, из вас толк будет, Эдуард. Не потому что так, о-о-о, там. Нет, толк действительно из вас будет, потому что вы осознали, насколько вы неправильно. У него замечательный голос, Эдуард. Замечательный. Он выигрывает какие-то конкурсы на кораблях. Он любит плавать в круизы. Но, понимаете, это другая сторона. Я с его талантом, с его потенциальными данными, которые ему дала Матушка Природа и Бог, он, понимаете, он поет, как вот раньше пелись. Тенора прошлого, когда был золотой век оперы, когда это было совершенно уникально, замечательно. Еще до повороти. Я имею в виду Джили, Карузу и в тех вот всех, Такера и так далее. Это вот был золотой век оперы. И вот у вас есть тот потенциал. Но если, при том, если он поет правильно, когда он начинает петь как раньше, показывать свой голос, демонстрировать, кричать, грубо говоря, все. Это другой человек. Поэтому я надеюсь, что сегодня, Эдуард, вы сегодня замечательно распевались. Сегодня вы продемонстрируете вот этот вот хай стайл. Да? Я очень хочу этого. Пожалуйста. Вот дозволите меня, прежде всего. Спасибо. Я так понимаю, что пение у него – это мечта всей его жизни. Совершенно верно. А чем вы… у вас есть профессия в другой сфере деятельности? Да, моя профессия. Я поменял профессию в Америке. И у меня свой офис, реал-эстейт офис, романов реал-эстейт в Сан-Франциско. Уже много лет. Я бы сказал, уже 29 лет. Понятно. А чем вы занимались в Молдавии, в Кишиневе? Вы сказали, поменяли профессию. Поменял профессию в Америке. В Молдавии я долго не задерживался со своей молодой женой. Мы решили покинуть Россию, Советский Союз в те времена. И начинали с нуля, с новой жизни. Не зная ни слова английского. Изучали английский. Изучали, искали поприще, где себя применить. И как раз реал-эстейт мне очень подошел. И также реал-эстейт и строительство. Это все для меня... Вот это поприще жизни, работы, напоминает где-то мне работу и созидание. Это тоже искусство, что я делаю. Создавать проекты, разговаривать и работать с людьми. Для меня большое удовольствие. И когда вы решили заняться вот таким творческим пением, а профессиональным. Когда этот толчок у вас произошел и изменения. И когда вы решили пойти к учителю и заниматься уже профессионально. Это интересный вопрос. Потому что Люцина права. Я пел, и я думал, и пел я по слуху. У меня образование театральное, но не музыкальное. Я думал, что я правильно умею петь. А оказалось, и я ни в коем случае не только не в обиде, что Люцина так резко сказала, что я вот кричал и пел неправильно. Я совершенно согласен с этим. И оказывается, в жизни, чем больше ты учишься, тем больше узнаешь, что ты ничего еще не знаешь. Да, как говорится, я знаю, что я ничего не знаю. Да, что-то в этом роде. Хорошо. Я знаю, что у нас будет рекламная пауза. И я не дам вам петь до рекламной паузы. Потому что не хотелось бы вас перебивать, ваше пение. Поэтому мы поговорим о вас немножко. У вас дети тоже поют? У меня. Слушай, папа, как он там репетирует? Дети, я думаю, они поют, но они стесняются. Пока стесняются. Но у меня уже внучка начинает петь. Я слышу это. Окей, это хорошо. Значит, уже вы даете хороший пример. Я надеюсь. А когда в детстве вы жили в Кишиневе, вы ходили на концерты, как у вас проявилась любовь к пению? Нет, это не от концертов. Как-то иначе все происходило. Мне очень-очень нравилось петь. В школе меня выбрали стилистом хора, наш хор выиграл и так далее, и тому подобное. И вот это было мое счастье, моя жизнь. Петь было для меня самое большое удовольствие всего моего детства. А сегодня вы будете исполнять оперу? Да, сегодня я буду исполнять оперу. Джузеппо Джордани, Кару Мио Бен. Окей. А почему именно эта опера? Это не опера. Это Ария. Ария, да, извиняюсь. Ария, почему именно эта Ария? Я не могу это объяснить. Я очень чувствую именно созвучие вот этого произведения. Оно для меня каким-то образом родное. Вы говорите по-итальянски? Нет, я не говорю по-итальянски. Но тем не менее музыка и душа связывают энергию? Да, связывают энергию. Хорошо. А здесь как часто вы занимаетесь? Классы берете? Я стараюсь брать классы два раза в неделю. Честно говорите. Очень сложно, но стабильно один раз в неделю. Я занимаюсь. И пропускают, бывает тоже, по бизнесам. Ну, бизнес. Круизы. Ну, когда я занят. Да, да, да. А в круизах вы что, видите, микрофоны поете, вам дают призы зрительских симпатий? Или как это получается? В круизах конкурсы проводятся. И я, как правило, занимаю первое место. Замечательно. Моей жене так надоело, что она уже не просто не приходит. Вы не слушаете. Иногда. Ну, иногда приходит. Замечательно. Ну, что, я могу сказать, что спасибо, что вы пришли на Ольге шоу. Спасибо. Наше интервью будет на видео. И именно с вашим отрывком, а также всех выступающих сегодня. И это видео будет в вашем распоряжении. Вы можете делать с ним, что вы хотите. Спасибо. Дайте нам знать. Но мы хотим, чтобы публика узнала о вас. И поэтому мы выставим сразу же это на весь мир. Да, падает сложно. Ответственность большая. Поэтому ответственность большая. У вас будет небольшой перерыв здесь во время рекламной паузы. Но, тем не менее, на Ольга Шоу Датург выйдет уже ваша ария. Вернее, не ваша ария, а ария в вашем исполнении. Поэтому у вас будет время немножко подготовиться. Я поддерживаю таланты, как вы. И особенно людей, у которых есть мечта, и они делают все возможное, чтобы эта мечта притворилась в жизни. Хорошо? Итак, Ольга Шоу, которая поддерживает технологию, культуру и людей. И каждый вечер в субботу была от вас для вас. На этом рекламная пауза. Спасибо, что...